Первый в регионе бизнес-инкубатор скоро появится в Ненецком округе. На самом деле за этим сложным названием скрывается простой смысл. Бизнес-инкубатор – это организация, которая занимается поддержкой проектов молодых предпринимателей, при этом на всех этапах развития. Нужна ли субъекту такая организация и как вообще сегодня обстоят дела с бизнесом в нашем регионе, расскажет Александр Кузнецов. Это заместитель председателя Комитета инвестиций и развития предпринимательства. Александр, здравствуйте, рад вас приветствовать. У нас в студии вопрос первый. Знаю, что у нас есть в регионе уже создан фонд по развитию и привлечению инвестиций в Ненецком округе. Бизнес-инкубатор. Будут ли это схожие функции или все-таки задачи разные у двух организаций? Добрый день еще раз, Олег. Совершенно верно, информация у вас верная. Действительно, функции фонда несколько шире, чем функции бизнес-инкубатора, который поддерживает так называемые стартапы. То есть это бизнес с нуля до его коммерциализации и выхода после инкубатора уже в свободное плавание, можно так сказать. У фонда функции предусматривают собой, кроме поддержки начинающих предпринимателей, также их финансовую поддержку путем микрофинансирования и предоставления гарантий при получении кредитов в банковских структурах. Этим фонд займется несколько позже, но пока он оказывает конституционные услуги. При этом оказывают уже и вне Нен-Рейнмара. Я так понимаю, что сотрудники сейчас находятся в турне по Ненецкому округу. Для чего они поехали? Первая задача, это, конечно, довести до предпринимателя на селе то, что появилось в такой объект инфраструктурной поддержки предпринимателя. И второе, это узнать о проблемах этих предпринимателей. А вообще часто ли обращаются с сельских населенных пунктов именно в фонд? Да, достаточно часто. Наверное, в процентном соотношении это где-то 50 на 50. При этом они также интересуются различными вопросами, связанными с предпринимательством. Да, в частности, в основном, это, конечно, меры поддержки. Ну что ж, еще знаю, что у нас в регионе завершается работа по внедрению так называемого стандарта. Что это такое, что вообще подразумевает собой? Да, стандарт по созданию благоприятной инвестиционной деятельности разработан агентством стратегических исследований совместно с Минэкономразвития Российской Федерации и предусматривает собой необходимые минимум мероприятий, которые позволят создать в регионе, в любом регионе Российской Федерации, благоприятный климат для привлечения инвестиций. И у нас уже 14 пунктов из 15 выполнены. Да, выполнены. Это говорит о том, что у нас, в принципе, уже благоприятное... Благоприятное будет, когда будут выполнены все 15. Все 15. Но это будет сделано. Конечно. Обязательно. Да, к концу 15-го года. Хорошо. Что касается грантов, я знаю, что до сих пор проходят конкурсы, есть время еще молодых людей заявиться. Я бы не говорил молодых, я бы говорил начинающих предпринимателей. Да, совершенно верно. До 22-го числа Департамент финансов, экономики и имущества принимает заявки от начинающих предпринимателей на получение грантов, а также заявления на возмещение затрат, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности, компенсации расходов по уплате лизингового платежа. Ну, есть возможность как раз-таки рассказать, куда нужно обращаться, чтобы подать заявку. По всем вопросам можно обращаться непосредственно в фонд поддержки предпринимательства, либо в комитет инвестиций и развития предпринимательства. Установлено округа. Спасибо, Александр. Телефоны на сайте. Спасибо, Александр, за...